Привет всем! Это видео посвящается владельцам автомобилей семейства ВАЗ 08-09-099. Сейчас вкратце хочу поделиться с вами небольшим, но очень-очень-очень хорошим советом, как сделать в машине стабильное тепло, то есть стабильную подачу тепла. Как вы все знаете, но не буду это сильно рассказывать, что делают вот эти регуляторы в данном автомобиле. Скажу так, если вы едете, допустим, там нету сильного мороза, просто на улице холодно и хочется в машине тепло, получается вы включаете всегда вот так на горячую, вентилятор дует, в машине жарко. Хотите, ну уж было поменьше тепла, приходится отключать вентилятор. Если вентилятор не отключать, сунете сюда флажок, получается в машине как бы чуть становится иначе, но ситуация такая. На ноги дует горячим, в ноги жарко, а на лобовое стекло холодом дует, значит лобовое скот тогда потеет. Что я сделал? Значит, теперь у меня здесь, на этом флажке, регулируется только подача воздуха. Заслонка большая там, что есть внутри, кто знает. А здесь у меня стоит отдельно тросик для краника. Здесь я регулирую подачу тасола в радиатор печки. Получается, я могу теперь регулировать тепло, то есть количество подачи тасола в радиатор и одновременно, если меньше тасола, значит радиатор дает меньше тепла. Больше тасола, больше тепла. И так у меня получилось в машине стабильное тепло. Я включаю на минимум, у меня в машине прохладнее. Включаю на максимум, у меня в машине теплее. При том, что вентилятор может быть постоянно включенным. Это плюс, потому что не потеют стекла. Также, кому интересно точнее, что где, куда, как и зачем, для тех автовладельцев, которые не знают систему здесь, как она устроена, могу снять отдельное видео, как, что, куда подключил, что, куда, как надо сделать. Также расскажу, как я их сделал, чтобы во всех этих дефлекторах был хороший обдув, хороший поток воздуха. Поделюсь тоже ценными советами. Пишите комментарии, кому что интересно. Спасибо за просмотр. Всем удачи!